Всем привет! Если не вдалеке от вашего дома протекает река или хотя бы небольшая речушка, наверняка вы задумывались о ловле головля. Именно головль предпочитает реки с довольно быстрым течением, но поймать головля совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Эта осторожная и сильная рыба зачастую игнорирует большинство традиционных для спиннингистов приманок. Так на что же ловить головля? В этом видео приведены 5 лучших вариантов искусственных приманок для ловли головля на спиннинг. Итак, начнем! Вращающаяся блесна Мэпс Комет Блэк Фьюри. Черная Фурия уже не одно десятилетие применяется спиннингистами для ловли головля. На первый взгляд это самая обычная вращающаяся блесна, но не все здесь так просто. Ее лепесток типа Комет это нечто среднее между лепестками Аглия и Аглия Лонг. Именно те вибрации, которые издает превращение подобный лепесток, наиболее привлекательны для головля. Также в случае с Блэк Фьюри в глаза бросается необычная расцветка приманки. Лепесток блесны черный и он покрыт точками из контрастирующих цветов. Лучше всего в случае с головлем работает комбинация черного и желтого, а также черного и красного. Еще одной особенностью Блэк Фьюри можно назвать наличие объемной мушки на хвостовом тройнике. Эта мушка дополнительно привлекает головля и провоцирует его на опоклевку. Воблер Сурибита Бэйби Крэнк. Компактный воблер типа Крэнк, обладающий сравнительно небольшой массой. Тем не менее, его веса вполне хватит для того, чтобы добраться до места стоянки головля. Данный воблер способен заглубляться до уровня в 1 метр в 20 сантиметров. При желании его можно провести намного мельче. Реманка отличается невероятно активной собственной игрой. Даже на минимальной скорости проводки тело рыбки вибрирует с огромной частотой, что и привлекает головля. Качественные крючки не дают потенциальной добычи ни единого шанса на сход. Воблер Джакал Чабби. В Западной Европе этот воблер применяют преимущественно для ловли форели. В странах же СНГ он показал себя оружием массового поражения для головля. Внутри корпуса приманки расположен небольшой вольфрамовый шарик, который при проводке издает шум. Данный акустический эффект выводит из равновесия даже пассивного головля. Чаббика, как его ласково называют спиннингисты, можно смело применять на местах с быстрым течением. Он отлично держит струю и не заваливается на бок при проводке. Чабби это типичный плавающий крэнк, так что лучше всего подойдет он для ловли на глубинах до 1 метра. Воблер Юзури Эль Минноу. Юзури Эль Минноу смело можно назвать универсальным воблером. Поэтому, приобретая его, вы получите отличную приманку не только для головля, но и для любого другого хищника. Эль Минноу относится к классу тонущих воблеров, поэтому с его помощью можно ловить головля, стоящего в придонном слое воды. При такой ловле можно применять медленную проводку. Конечно же, простая равномерная проводка приносит неплохой результат. Но если вы будете чередовать движения с паузами, либо же немного подтвичивать приманку, то результативность ловли значительно возрастет. Вращающаяся блесна Блю Фокс Вибрекс. От других вращалок Блю Фокс Вибрекс отличается наличием так называемого акустического колокольчика. При проводке эта блесна издает шуми колебания, которые заметны хищнику с большого расстояния. Зачастую головль не выдерживает такого издевательства и атакует приманку. Но тройник блесны желательно дооснастить красной мушкой. Так поклевок будет намного больше. При ловле головля следует использовать вращающиеся блесны мелких размеров. И касается это не только лишь модели Блю Фокс Вибрекс. Ссылки с выгодными ценами на приманки вы можете найти в описании к видео. Если хотите узнать еще больше полезной информации о рыболовных приманках, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и счастливо!